Для того, чтобы бизнес развивать, первый шаг – аскеза. Второй шаг – хорошее качество, привлекающее людей. Третий шаг – хорошая команда вокруг тебя. Четвертый шаг – на маленькой схеме ты отрабатываешь бизнес и понимаешь, как он работает. Четвертый шаг – связи. Пятый шаг – расширение коллектива. Шестой шаг – финансирование. А вы хотите сразу деньги, и тогда что будет ноль? Я не знаю, как мне родителям это относить. Моё мнение такое, что это очень опасно. Я уже сейчас вижу, что будет разочарование в вашем муже, в ваших родственниках дальше, и потом дальше разруха. А как мне поступить? Правильно? Как предупредить эту ситуацию? Разговаривать родителями? Или молитва. Если есть возможность объяснить всё вашему мужу, если он слушает мои лекции, тогда этот вариант самый лучший. Но если он не слушает и возможности объяснить нет, тогда молитва, чтобы он прозлел. Здесь всё зависит не от ваших родителей, а от вашего мужа. То есть они общаются именно с мужем, с Богом, с мужем. То есть родителями, которые вы не хотите объяснять, не надо? Нет, они всегда будут пытаться помочь. Да. Но это нормально для родителей, пытаться помочь. Но мужчина должен сам иметь голову на плечах. Вот знаете, даже когда мужчина говорит, я готов принять помощь, когда я буду к этому готов, это более сильная позиция, понимаете? Ну то есть мужчина не против принять помощь, но он знает, что главная помощь должна исходить из него самого. Мужчина, любой мужчина, деньги разрушают всё. Любого человека. Испытание деньгами. Есть три испытания. Первое испытание называется огонь. Когда у человека не хватает на жизнь средств, возможностей, у него низкое положение в обществе, надо плохо, много работать, несправедливости много вокруг. И у него горит сердце. У него сердце горит, ему плохо жить, тяжело. Первое испытание называется огонь. И человек поэтому должен обратиться к Богу. Когда человек обращается к Богу, он получает благочестие, то есть он начинает делать добрые дела. Добрые дела откладываются в его сердце и притягивают удачу. Добрые дела. Он становится богатым от добрых дел. Благочестие копится внутри, человек становится богатым от добрых дел. Наступает второе испытание, называется вода. Что это за вода, за испытание? Это деньги, возможности, влияние. Когда человек, испытываемый водой, очень сильно расслабляется. Человек, испытываемый деньгами, огнём очень сильно напрягается. И из-за этого напряжения рушится его жизнь. Когда человек испытывается водой, он расслабляется, становится слюнявым, ленивым, У него концентрация внимания падает, он уже не понимает, как правильно поступать. Его психика не боится опасности. Опасности приходят и разрушают его жизнь. Поэтому испытание водой преодолевается с помощью аскезы внутренней. Не обращать внимания на деньги, делать добрые дела, стараться молиться, думать о Боге. И просто зависеть от своих поступков, а не от денег. Перестать быть собачкой, которая смотрит на деньги и дышит им в рот. Следующее испытание, когда человек отрекается от денег, хотя их имеет, начинает использовать их правильно, разумно. Разумность приходит от благотворительности. Когда человек может жертвовать деньги, он может также их экономить. Когда человек не может жертвовать деньги, он их не может экономить. Понимаете? Он сильно привязан к ним, поэтому он сильно их вкладывает. Он сильно их вкладывает, не может... У него нет ресурса, это все... Вот, допустим, много денег вложил в деятельность, нужен большой ресурс надежных людей, специалистов, которые с этим будут заниматься. Нет ресурса людей, значит, тогда эти деньги все обваливаются. И ты потом за них будешь платить еще, потому что если ты их взял у кого-то, значит, тебе придется отдавать. Ну и всегда за деньги приходится платить. Допустим, родители просто так дали. Это только так кажется. Если ты деньги использовал неправильно, им будет очень больно, потому что деньги — это кровь. Вот, и они будут страдать от того, что он использовал неправильно и разрушатся отношения в результате. А если он хочет направить в правильное место, то есть на роднике? Правильное место — это его собственная личность. Деньги здесь не помогут. Если он не станет сильным, он не принадлежит сильных людей и не будет способен проницательно относиться ко всему, что происходит. Только сила дает такие вещи. Если человек непроницательный, у него нет команды, значит, он не может правильно вести бизнес, даже если он его направил в правильное русло. Поэтому первое, что он должен сам из себя сделать силу. Знаете, у человека даже может быть танк. Он может на танке ехать. Но когда на него нападают прямо с танком, он будет развернется и будет текать прямо с танком, понимаете? А на него нападают просто солдаты. Почему он с танком уезжает? Потому что он боится. У него не хватает силы внутренней. Надо сначала силу обрести. Постараюсь, все равно я объясню. Молодец. Молодец. Все, отлично. Вы сами главное все поймите. Потом. Это для всех хорошее. Следующее испытание, когда человек отрекается от денег. Он не зависит от денег. Он зависит от своей внутренней силы. Приходит следующее испытание. Называется «медная труба». Ту-ду-ду-ду-ду-ду. Вы такой хороший человек. Ну, слава. Страшное испытание. Слава, гордость вносит в сердце совершенно незаметно. Если человек не чувствует, что он постоянно все делает для своего наставника, для старшего, если у человека, который достиг славы, нет старших, его размажет гордость по-любому. Никто не может защититься от гордости, потому что гордость входит в сердце абсолютно незаметно. Ее не видно в себе. И это факт. Спасибо за субтитры Алексею Душу. Субтитры Алексею Душу. Спасибо за субтитры Алексею Дoshу. Продолжение следует...